привет друзья у вас всех на трансляцию какая настроить себе свет сегодня хочу поговорить сколько же нужно человеку для того чтобы безбедно жить мне интересно поделитесь своим мнением послушайте мое мнение пока будем ждать людей я буду сидеть и пить чай у меня вот тут есть такая пастила яблочная ванильная и компьютерный стол и напишите сколько времени вы едете от дома до работы а потом я вам покажу сколько времени я трачу чтобы добраться от дома до своей работы у нас есть свой чат каждый человек получает оповещение на мою трансляцию спасибо за класс и подписывайтесь на трансляцию сейчас еще в чат к нам привет дамир ждем твою трансляцию тоже ничего страшного трансляции нет не нужно ничего бояться главное первый раз всегда страшно напишите из какого вы города я живу в ростовской области последние шесть лет с 2010 года я переехала из столицы мне надоели взрывы в москве прожила я в москве 13 лет мне надоели пробки мне надоели жестокие люди которые во время беременности мне не уступали места в метро и я из столицы уехала получала я в столице около 25 тысяч рублей работала парикмахером поговорим сегодня сколько денег нужно для того чтобы безбедно жить пока сижу пью чай ждем людей чтобы пообщаться может быть у нас будет какая-то дискуссия извините что с полным ртом напишите и кто кем работает и из какого вы города я живу в городе азове в ростовской области я работала на дядю с 19 лет мало всем по-разному все зависит от потребности еще чем больше денег тем больше потребностей но мне хотелось бы узнать сколько денег не знаю алла спасибо дамир приятного аппетита мне одна женщина написала что ей не нужно денег вообще вот вообще совсем я говорю а вы кушаете вам манна небесная падает и она говорит у меня свой огород но прежде чем этот огород посадить на даже семена удобрения какие-то вложить силы туда например 100 тысяч рублей мало в месяц кто-то живет на 12000 у нас поселке зарплата 8000 рублей я раньше работала педагогом и получала когда мне было 19 лет после педагогического колледжа до 8000 рублей этот поселок в 30 километрах от москвы вот как на них жить но есть у нас супермаркет магнит там зарплата около 15 тысяч а учителя получали в прошлом году 8 с половиной тысяч учитель начальных классов это сельская местность это не город в городе азове да я рядом с городом азовом живу там получают 15 18 и 20 тысяч поискать надо еще но вот вам и кошмар как работать коммуналка дороже но вот сейчас мы сможем купили трехкомнатную квартиру коммуналка примерно обходится 7000 рублей в месяц у нас мы платим за свет за газ интернет вот и вся зарплата сколько времени вы тратите на дорогу напишите я когда жила в москве я ехала через всю москву у меня уходила где-то час сорок на дорогу для москвичей это нормально а кто живет в подмосковье я в подмосковье жила там отъезжаешь 30 километров от москвы и зарплата там было 12 тысяч я получал парикмахерам если в то время но еще 90 2 2001 год моя зарплата где-то была около 18 20000 отъезжаешь от москвы уже зарплата как на периферии и для них добираться 100 километров люди из егорьевска едут 120 километров автобусы в москву идут каждые два часа и для них это считалось нормально напишите кто подключился мы сегодня будем говорить на тему сколько нужно денег для безбедной жизни мне раньше хватало 12 тысяч рублей на каждого но я путешествовала один раз в год в краснодарский край на черное море брала билет плацкартный подешевле брала с собой кушать поезд снимала самое дешевое жилье где туалет и душ на улице и грелся он горячей воды не было как солнышко нагреет вот это самое дешевое жилье далеко от моря пешком 15 минут вот это был такой отпуск вот все развлечения мне как заработать да и сэвет я буду сделать так как вы будете сказать мадам я работаю в проекте всем миром от моего рабочего места до кровати даже одного шага нет вот я вот тут сплю нас пока идет ремонт поэтому еще не совсем у нас порядок на дорогу я денег не трачу и это большой плюс потому что я работаю в проекте всем миром с 2013 года и 1 мая мы с моим мужем в городе азове проводили такой опрос ходили яма моя дочка и мой муж борис маркелов ходили по городу азову с микрофоном и с камерой спрашивали у людей сколько же вам нужно денег на безбедную жизнь я кстати ссылочку на этот ролик выставлю под этим видео и люди говорили час лёха скажу в чем суть проекта кто-то говорил что им надо 30 тысяч в месяц кто-то говорил что им надо 50 тысяч каждому ну кто-то сказал 60 но никто не сказал 100 тысяч каждому я говорю и это вам хватает чтобы недвижимость купить чтобы не жить с мамой с папой чтобы помогать родителям чтобы у вас была своя крыша над головой отдельно от родителей если вы пожилой человек отдельно от детей чтобы у вас была не одна комната или комната в коммунальной квартире чтобы можно было гостей принять у каждого своя комната например если ребенок чтобы к ребенку могли прийти подружки и а люди говорили а у нас уже есть жилье мы не путешествуем наше путешествие это вот дача огород люди даже перестали путешествовать и дали лёха который спрашивал в чем суть проекта проект всем миром работает с 2011 года стартовал он 11 ноября я в нем уже будет в этом году четыре года я за эти три года купила три квартиры очень многие люди не верят говорят ой да ты еще скажи что ты 10 квартир купила и чтобы люди верили я свой каждый шаг снимала и выкладывала к себе на на канал на youtube кстати ссылочку на свой канал я тоже поставлю под этим видео я жила еще в тринадцатом году в малой семейке в двадцати девяти квадратных метрах втроем и кому нужно было доспаться у нас была кровать чердак такая под потолком и если ты ночью спишь и вот так встаешь или головой бьешься потому что вместо мало было кухня была пять метров добрый вечер владислава вот сейчас я работаю в проекте всем миром купила уже третью недвижимость и каждый свой шаг каждую свою покупку квартиры я снимала на видео выкладывала к себе на канал в 2015 году я купила двухкомнатную квартиру месяц назад мы сможем купили уже трехкомнатную квартиру сейчас здесь делаем ремонт вот такой подвесной натяжной потолок обои поклеили выровняли стены мое рабочее место вот сюда меня сегодня переселили структура моя насчитывает где-то около пяти тысяч человек привет александр но работают не все знаете почему не все работают потому что кто-то не верит что в проекте всем мира можно зарабатывать миллионы кто-то для кого-то оказание помощи 100 долларов это дорого но вы знаете ребята если вы приходите в салон вот говорят вам не хватает 100 долларов чтобы купить машину вы найдете эти 100 долларов вот вам не хватает на машину если вы будете участником проекта всем миром и купите и машину и квартиру и будете путешествовать четыре раза в год как это делаю я за лето я была три раза путешествие первый раз я была за полярным кругом городе мурманске где у меня жил мой будущий муж смотрела там полярный день потом мы летали на парашюте это было в лазаревском в краснодарском крае и в сентябре мы летали в болгарию на неделю в город солнечный берег и все это у меня выставлено на моем канале чтобы люди верили что в проекте можно зарабатывать такие деньги главное снимать видео и выкладывать на канал и тогда никаких споров не будет как работает проект вы можете посмотреть в статусе презентация 6 минут за 5 долларов вы активируете кабинет кстати до 15 числа можно у меня приобрести пин-код за 100 рублей номиналом 5 долларов для активации кабинета в этом проекте нужно приглашать людей он был создан как касса взаимопомощи потом с 12 года ввели благотворительный фонд почему развод ахат расскажите мне вы думаете что если проект работает шестой год мы пять лет кого-то обманываем нас боже закрыли давно откуда я живу в ростовской области город азов я сон сраная пирамидка пирамиды запрещены законом если бы мы являлись финансовой пирамидой наших администраторов бы уже давно посадили в тюрьму пирамиды уже были ммм пирамиды это вклады кресло моё стоит 10 тысяч рублей как купить купила я его в магазине поиск законом запрещены пирамиды вы разве не знали такой закон если человек участвует в финансовой пирамиде администраторов сажают в тюрьму сказание помощи 100 долларов 50 долларов из которых идет на благотворительность 50 долларов распределяется семи участникам сертификата анастасия если вы пишете что это лохотрон надо еще и доказательства сразу применять не надо 115 килограммов кресла лёха всем миром лохотрон достаточно загуглить а кто пишет такие отзывы такие же как и вы которые понятия не имеют что то что такое сетевой бизнес а я вам скажу обратное зайдите на мой канал и посмотрите отзывы более 200 отзывов я сон каким законом запрещены пирамидки сетевой маркетинг не запрещен окей google вам в помощь она привет чем отличается пирамида от партнерского фандрайзинга то что все деньги распределяются сразу на кошельки участников а пирамиды деньги берут администраторы проекта потом выплачивают их с процентами а потом скамятся вот и вся разница виктор я вас буду банить насчет в р кто будет здесь с память я буду банить того сразу и уже не попадете ко мне сейчас виктор удаляйте свое сообщение либо я вас удаляю навсегда бан пойдете прямо сейчас удаляйте свой комментарий если вы решили за счет на крестик жмите удаляйте если вы решили за счет меня пропиариться введите свои прямые трансляции приглашайте в свои проекты я же не против нет не лишайте мне возможности потратить мои деньги а что вы ерничаете то ходите на работу пусть вам начальник платит оклад лёха мы здесь предлагаем проект всем миром пол ворд который занимается фандрайзингом это привлечение денежных средств на благотворительность прямой эфир сейчас попробую с компьютера удалить как закончится прямой эфир удалю ваш комментарий больше не пишите никакого спама я не терплю мне каждый день спамят в одноклассники спамят в youtube спамят и вы знаете что этот метод спама не работает метод приглашай не приглашай мне есть своя методика авторская которую я писала два года и она постоянно дополняется стоит она 25 долларов для всех а кто является участником моей команды для того 750 рублей там видео уроков около 40 и если вы будете использовать их на практике люди будут сами идти вашу команду привет руслан геленджике была рамсан тоже привет обсуждаем мы если хотите в мою команду ссылка у меня в статусе благотворительностью у нас есть фонд ww то есть call war . ru там все отчеты все дети кому какие операции сделаны кому какие средства собраны от каждого участника идет благотворительный фонд 50 долларов остальные 50 долларов распределяются семи участникам вашего сертификата ясон будете здесь хамить и вы тоже пойдете навсегда в бан и больше на мои прямые трансляции не попадете кому интересно работать на себя ссылочка в статусе заходите попадаете на ленинг с левой стороны будет кнопочка присоединиться активируете свой аккаунт активация аккаунта стоит 5 долларов 25 центов и если вы хотите приобрести у меня за 100 рублей пин-код на активацию вы можете либо мне на карту перечислить либо киви кошелек пишите мне в личку добавляйте друзья подписывайтесь на трансляции за ваши классы спасибо если вы поделились трансляции тоже большое спасибо хотела узнать так не хотим ничего перечислять но вы можете просто оказать помощью детям выбрать конкретного ребенка и оказать помощь и не участвовать в проекте если вы просто хотите на благотворительность перечислить деньги дети у нас из россии и страны снг проект работает уже 170 странах мира нас почти миллион тема началась сколько нужно денег на безбедную жизнь конечно анастасия мы сначала общаемся а потом я предлагаю проекта для чего тогда тему поднимаю в интернете все за деньги и мое время тоже стоит денег если вы пришли в интернет зарабатывать готовьтесь что за все нужно платить вот нас смотрит 28 человек напишите сколько вам хватает денег чтобы безбедно жить может быть это 10 тысяч рублей может быть это 50 тысяч рублей может быть это 200 тысяч рублей привет руслан я на данный момент зарабатываю более 350 тысяч рублей и это в долларах что потопаешь той полопаешь смотрите вы можете топать годами ходить на работу 40 лет и вам не лень а вот построить бизнес в интернете за три года почему-то вам лень напишите почему вы не верить вот в числа в живет на 14 тысяч рублей в месяц 200 тысяч хватит вот смайлик смайлик я не знаю как вам обращаться без имени безбедно это значит ни в чем себе не отказывать ни в каком жилье себе не отказывать ни в каких путешествиях не отказывать помогать своим престарелым родителям покупать своим детям то что вы посчитаете нужно жертвовать на благотворительность вы в курсе что по законам вселенной нужно 10 процентов своего заработка жертвовать на благотворительность ежемесячно и тогда как бумеранг вам будет возвращаться это сполна 45 тысяч хватает напишите какая у вас мечта вот у меня сейчас мечта купить через год через два таунхаус я хочу двухэтажный дом я не знаю как у и у егова я считаю что надо перечислять деньги на благотворительность чтобы кому-то это помогло века еще 20 минут я веду трансляцию закрываем денег всегда мало это секта чем секта александр деньги это грязь а я считаю что деньги это добро на деньги строятся детские дома на деньги строятся родильные дома на деньги вы можете помогать своим престарелым родителям а попробуйте скажите своему ребенку ты будешь ходить хочу как чмошник я тебе не куплю дорогую вещь потому что у меня денег нет александр это из проекта всем миром я участник проекта всем миром 2013 года у руслана мечта построить трехэтажную виллу из-за войны нет денег но 105 долларов за несколько месяцев найти можно гореть в аду жрица я сонно вы больше не будете на моей презентации ходить а что вы полезного я сон сделали в своей жизни напишите будете не будете ходить деньгами дают взятки так что деньги зло не добро это тяжело сказать а вы знаете что от безденежья люди разводятся и дети страдают ну александр уничтожьте все деньги в мире и построите себе из шалаша дом где-нибудь в лесу питайтесь ягодами убивайте животных кушайте сырыми костер разводите без спичек смотрели фильм изгой как он попал на необитаемый остров вот живите так налоги мы не платим деньги дарения налогом не облагаются и ни один закон мира не может запретить анастасия я критику воспринимаю нормально обзывать просто не нужно саша я уже замужем почему я тупо мыслю вы не только пишите и еще аргументируйте вот ты тупо мыслишь я считаю потому что то 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 вот аргументируйте свои выражения не все еще ответили сколько вам нужно денег на безбедную жизнь ну не все помешаны на деньгах а если честно деньги это грязь руки если есть денег хватает обеспечивает дом престарелил или домный или помогите бедным и помогаем тяжело больным детям на наших счетах несколько спасенных жизней все отчеты фонда можете посмотреть на сайте www.ru ну при коммунизме была стабильность ну кому не вернуть деньги это же гвозди они также тянутся к нашим рукам вячеславу 50 тысяч хватило бы может быть до борис как это сделать как заблокировать с компьютера я тоже не могу то моя пятая трансляция я еще не научилась как это сделать деньги это зло а деньгами можно спасти жизни больных детей и отдавать на благотворительность а так дети умрут правильно постройки мечеть или церковь все верно денег не может быть много или мало их должно быть достаточно евгений напишите сколько вам достаточно денег количество напишите никто от денег не откажется никто просто разные слои населения желания разные в интернете все за деньги если вы решили работать в интернете знаете что за все надо платить бесплатно попробуйте спасти если ребенку говорят что надо ему 400 тысяч на операцию собрать и попробуйте докажите германским врачам александр помогите скажите придите в клинику и скажите сделайте ему бесплатно операцию они скажут 400 тысяч к сожалению во всей во всем мире все за деньги и в интернете тоже жаркая дискуссия спасибо за классы можете поделиться этой трансляции конечно я сон напишите и в прокуратуру сходите чтобы вас покорали вся прокуратура уже в проекте всем мерам если вы еще не знали обеспечивают себя и свои семьи и ездят за границу отдыхать а вы ездите на дачу огород пахать дружбу купить нельзя вячеслав но за деньги можно сделать очень много напишите честно обращаюсь к мужчинам вас когда-нибудь бросала девушка из за денег и уходила к тому у кого есть деньги напишите честно было такое у вас когда девушка говорила я тебя бросаю потому что мне не можешь в ресторан сводить или ты мне колечко не купил или еще что-то ой дорогие мои не надо нас пугать не полиции не прокуратурой у нас уже шестой год проект работает все легально я сон вы прокуратура деньги создал не бог а люди так что это просто бумага с краской да но эта бумага с краской делает такие дела что касается детей здесь безусловно должно государство проработать вот знаете моего папу положили в больницу не так давно больница бесплатная полис у него есть но ему сказали капельницы платные лекарства вот вам список написали ему список на 7000 рублей хорошо и папа и мама у меня в проекте всем мира дворник из прокуратуры конечно это зависть я сон где у нас спрятан нас все в недвижимости спрятан нас смотрит 36 человек спасибо за классы я буду еще с вами 10 минут потому что у нас будет с дочкой ее трансляция мы красим волосы ей первый раз 12 лет кто не видел ссылочка на ее канал будет под этим видео у кого есть вопросы пишите кто хочет в нашу команду присоединяйтесь ссылочка будет у меня в статусе чего хотите своими словами сказать мы знаем что за все платить надо это не секрет до налоги у нас анастасия платит директор проекта всем миром он оформлен как общество с ограниченной ответственностью налоги платит а участники проекта получают финансовую помощь борис маркелов принеси пожалуйста свой телефон я покажу как нам приходят переводы потому что я веду трансляцию со своего смартфона дочки моей нет дня рождения у кого-то жизнь поменялась лучшую сторону кто нам зарплату дарит триста пятьдесят тысяч рублей люди со всего мира сами присылают мне деньги в долларах сейчас я вам покажу каждого участника привязан кошелек валит уанг проекту и у каждого участника есть вот такой вот единый кошелек вот приходят переводы по 5 долларов по 5 10 и 15 долларов это кошелек моего мужа то есть смартфон каждый каждый день идут ему переводы и мне тоже потому что он в моей команде в проекте в сертификате 7 человек с каждой оплаты я он и мои родители получаем по 5 10 и 15 долларов вот здесь вот написано счет такой-то такой-то вот счет перевел вам 5 долларов и число это оповещение приходит от кошелька если вы думаете что мы сами так напечатали и теперь я вас обманываю так показываю вы ошибаетесь тут вот даже написано 24 декабря там 25 даже в новый год в праздники приходили нам деньги сейчас я вам покажу 31 число найду 9 часов вот александр мы не себе присваиваем я же говорила 50 долларов идет на лечение детям остальные 50 идут людям которые привлекли людей которые оказали благотворительность зарплату получили и детям хорошо и нам хорошо вот 31 декабря за 10 23 59 в 12 ночи нам сделали такой подарок переводы вот так друзья если вы думаете что проект кого-то обманывает разве можно легально работать и шестой год обманывать людей уже бы давным давно закрыли почему пирамидой называется анастасия обоснуйте что такое финансовая пирамида откройте google и спросите у него что такое финансовая пирамида пирамиде есть верх есть низ у нас 7 уровней после 7 уровня человек вылетает 8 уровня нет где же там верх и низ я сон ммм принимал вклады на свои счета в карман а потом выплачивал с процентами тут можно вложиться не заработать можно если будете сидеть на папе ровно и ничего делать не будете вы ничего не заработаете ничего не получите анастасия это не пирамида у нас не принимают на свои счета деньги я сону у нас об обосновывайте свой комментарий был вверх и низ вверх это вот там верхушки после 7 уровня вылетает ммм забудьте про ммм что вы уперлись в этот ммм до мир благодаря мне выиграл тысячу долларов и еще тысячу рублей за репост он тоже в моей команде александр какая ссылка не пойму что за команда это проект всем миром ссылка у меня в статусе проходите смотрите презентацию присоединяйтесь по ссылке низушки не работают на верхушке они в первую линию анастасия 10 долларов вы получаете от отлично приглашенных а владислава тысячу рублей выиграла за репост а я получила за лучший видео отзыв третье место 300 долларов меня на единый кошелек перевели а с единого кошелька мы меняем на рубли внутри кошелька и выводим на свою карточку отлично втянутых втянутых люди добровольно оказывают финансовую помощь никто за уши никого сюда не тянет александр если пишите развод обосновывайте почему развод с миру по нитке голому рубашка а ирине трехкомнатная квартира с ремонтом евро дальше продвинемся после ста найдем еще семь человек анастасия эти семь человек еще найдут вам семь человек а в презентации показано найдите 5 активных человек и те в свою очередь найдут еще пять и вы станете в одночасье миллионером александр заявление написал молодец скоро присоединяться в наш проект европаганы ясона у вас даже такого нет у вас даже жилья своего нет нормального можно и два и три сертификата купить но вы знаете что в проекте по правилам сообщества вы не можете иметь более одного аккаунта маму и папу можете позвать родственников можете позвать но вам придется проходить верификацию вам должно быть более 18 лет и вы должны быть реальным человеком не васей пупкиным а вам придется фотографироваться с паспортом вот так возле лица доказать что это вы кстати телефончик с 13 года он у меня чисто для переводов куча еще отвалит ван любой если открыть вот вам перевел 5 долларов говорят мне и раз мини телефон смени телефон я сменил этот просто для переводов не хочу вас обижать так как вы себя оппозитировать что не нуждаетесь в деньгах сидели бы с тухлым телефоном в обосранной кофте а где вы видите что она у меня обосранная вроде нет дочку красила хной да откуда вы знаете сколько моя кофта стоит знаете анастасия вы называетесь тролль это который завидует и пишет всякие гадости что у тебя плохие шторы что у тебя говеная помада александр ну если у них действительно нет этого они просто завидуют конечно же это развод сидит перед нами женщина на фоне китайских дешевых штор рассказывает о том как бабки зарабатывать я сама себе парикмахер так еще один тролль у нас появился вы знаете сколько людей столько и мнение откуда вы знаете я могу сидеть вообще в олимпийке или вообще голой а иметь на свои счета миллионы долларов могу в окей сидеть с кнопочным телефоном и получать свои переводы или вы должны обязательно должна сидеть там в такой кофточке в платье вот с такой вот повязочкой обязательно берегу океана я могу следующую трансляцию в сортире у себя провести там еще ремонт мы не начали и люди пойдут ко мне потому что меня уже знает весь интернет бунтующий у меня вот я со смартфона веду трансляцию неадекваты конечно постоянно лежит денежка какая-то в проекте 872 тысячи участников слышно хорошо даже себя в соседней комнате слышу вчера царя в короне видел не завидуют если у человека чего-то нет не значит плохого как за 5 трансляции анастасия у меня канал уже четыре года наберите ирина агапова маркелова в ю тубе и узнаете так мы заканчиваем 65 человек спасибо за классы подписывайтесь на трансляцию не могу больше тратить времени потому что мне надо идти смывать дочки волосы до новых встреч не могу краска на голове у моей дочки решит надо его смыть до приходите на мои трансляции ссылочка на мой канал будет под этим видео если кто-то сомневается как я жила раньше можете посмотреть недавно снимала видео две недели назад как я переехала из общаги в трешку все все видео каждый свой шаг я снимала кто надумал регистрироваться ссылочка будет у меня в статусе мой skype ира бизнес через z всем пока пока была рада вас видеть